Так социальное и общественное отношение развивает мужчину, личное отношение развивает женщину. Таким образом, для мужчины главное это социальное отношение. Ему надо побеждать, научиться двигаться вперед, развивать волевые функции, стать устойчивым, разумным, сильным, крепким, выносливым, целеустремленным, способным побеждать, сказал, сделал. Женщина сказала, когда женщина сказала, это ничего не значит. Нет, если она захочет, это будет что-то значить. Но если она захочет, она скажет, ну и что сказал, ничего страшного. Я не говорю по-другому. То есть для женщины это ничего не значит. Но для мужчины она говорит, ты же сказал. Ты вчера сказал. Так в песне поется. Я люблю, сказал мне ты, и это слышали в саду цветы. Я прощу, а вдруг цветы простить не смогут никогда. Чисто женское мышление такое. Нормально, это правильно. Каждое мышление правильное. И то, что это неправильное мышление. Это мышление любви. Развивает энергии любви. Мужское мышление другое. Оно добивается. Тоже из этой же песни. Я прошу тебя простить, как будто птицу в небо отпусти. Я прошу тебя простить сегодня раз и навсегда. Это мужское мышление. Ну то есть волевое такое порыв. Как бы женское мышление, оно другое. То есть оно эмоциональное. И таким образом псиника мужчин и женщин отличаются друг от друга. И мы не должны на это закрывать глаза. Потому что не зная это тонкое строение, некоторые могут сказать, главное, хорошо, Олег Геннадьевич, вы правильно говорите. Но есть исключения. Некоторые женщины эмоциональны, некоторые мужчины эмоциональны. Это факт. Но это не норма. Это факт, что мужчина может быть излишне эмоциональным, безвольным, слабохарактерным. Это означает, что у него увеличилось. Участливаются женские функции. И это приводит его к поражению. Даже здоровье разрушается у него. У него разогревается тело от излишних эмоций. Человек, мужчина не может терпеть излишние эмоции. Даже когда от женщины идут излишние эмоции, мужчина это не переносит. Ему тяжело переносить эмоции. Это природа мужчины. Допустим, когда мама берет маленького ребеночка Допустим, мальчик маленького ребеночка берет Она говорит Нормально Он такой Прямо тяжело, да? Согласны? А девочка, она такая улыбается Четку басану Она как бы эмоции переносит легко У нее нет проблем Девочку можно часами целовать Мальчик напрягается Мне тяжело переносить эмоции Или жена подходит к мужу и говорит Мой дорогой Пойдем, я хочу тебе что-то сказать важное Может завтра? Сегодня я устал То есть для него это напряг Он чувствует, что сейчас будет напряг Не может переносить эмоции Ему тяжело Он такой Уже начал тяжело дышать У нее напряг Она потом звонит подружке Я ему просто сказала Я тебе хочу что-то сказать И он начал скандал Она, я тебя понимаю Подружка, она женщина же тоже Она легко воспринимать эмоции Все нормально Они между собой общаются часами Вот на таких повышенных эмоциях Ну мужчина звонит Своему другу Слушай, у меня жена достала Я тебя понимаю Ну ладно Ну давай По-другому все По-разному сложно И человек должен следовать своей природе Психическое тело не изменит У него есть свое строение Поэтому женщина должна больше уделять внимание личной жизни Хотя там сфера трудностей для женщины Допустим, женщина хочет, чтобы на кухне было чисто Но когда она видит бардак Она Ну то есть это там объем работы Она чувствует этот объем работы Мужчина на кухню заходит Бардак Ну ничего страшного Дал там Выпил Сока пошел Женщина на кухне заходит Бардак Но по-другому воспринимает Мужчина может там все вспотеть Вся квартира Если жена две недели уехала Вся квартира вспотела Приехала Ему по-барабаму Нормально Когда последнее белье последний раз менял Я не помню Вот Ну не все, конечно, мужчины иногда бывают чистюли Но это исключение, скорее, чем правило Мужчина, он думает о своей цели Он постоянно устремлен куда-то Первым делом, первым делом Самолеты А женщины Женщины потом Вот Понимаете, как бы это правильное мышление мужчины Он должен увлекаться своим делом Развиваться как личность Приходить с работы усталый Такой замученный Но боевой Сильный Как бы счастливый Мужская сила означает Вот то, что поет Марк Бернес Оптимизм Безудержный оптимизм Женщина, она созерцательна по природе Ну созерцательна Она смотрит на все И когда она вот так вот сидит Мужчина подходит и говорит Ты что-то слышишь? Она говорит Наоборот счастлива То есть у нее созерцательное восприятие мира Мужчина оптимистичная Он идет Берет энергию Мужчина от солнца Солнце несет энергию Ра До сей Ра означает солнце Даст означает давай Ра на санскрите солнце На древних языках Итак Солнечная энергия Это мужская энергия Лунная энергия В женской День Это мужское время Суток Когда человек активно действует Вечер Это и ночь Это женское время Время любви Утром человек работает над собой Днем он трудится Помогает обществу Вечером человек отдает время семье Потому что луна восходит Наступает ночь Задатый манит Мысли новые тая Знаю я теперь Что ночь сильнее дня Женская песня Да Ну то есть Как бы Женская энергия Это вечер Ночь Мужская утра День Видите Мы с вами начинаем разбираться Каковы черты характера Мужчины и женщины Отсюда вытекают обязанности Обязанности означает Не требовать свое Древняя культура Не на правах была основана Сейчас люди строят Все законы жизни на правах Мы свободные люди У нас есть права Даешь Древняя культура Она была основана На обязанности Потому что чем больше Человек требует прав Тем меньше Больше активизируется Его ложное эго Он становится Очень эгоистичным А эгоизм Разрушает его жизнь Он становится Несчастным В конечном счете Человек должен учиться Для мужчин и женщин Вот допустим Если взять Такое главное Качество отношений Главное проявление любви Которое называется Уважение Уважение это аскеза Уважать человека Это аскеза Что это за аскеза Это означает Учиться Видеть человека Как-то определенным образом Допустим Если ты видишь Кухню свою чистой Даже если она грязная То тебе легко Ее вымыть Так Ты веришь Что все на кухне Будет чисто Уже много раз Так было Сколько грязи Не было Все равно Все перемоется Перетрется И все будет чисто Если человек Видит кухню чистой Он не расстраивается От грязи Он просто моет Точно так же Надо мужа Видеть мужественным Надо мужа Видеть разумным Учиться Надо отмечать В нем Хорошие черты характера Это называется Уважение Когда человек Правильно видит Близкого человека Ему легче жить У него сразу Появляется Облегчение в жизни Спокойствие Он отмечает Хорошее в человеке Но побеждает В своем сердце Боль По отношению Плохого Потому что Есть другая Сила Которая разрушает Нашу жизнь Отношение Между мужем И женой Портится Со временем Так же Как Со временем Начинает Вонять рот Рот Надо чистить Зубной пастой Отношение Надо чистить С помощью Восприятия С помощью Настроя Внутренних Этими настроями Всю жизнь Занимались люди Они всю жизнь Искали сил Для того Чтобы правильно Увидеть Близкого человека Потому что Человеку По факту Не хватает сил Чтобы просить Нам нужно Учиться Прощать Если не хватает сил Значит люди В непрощенном состоянии Живут Отношения Вонять Начинают Что просить Нужны силы Но человек Учеб не понимает Зачем нужно Вообще Прощать Ну да Чего я буду Прощать Сам меня Прощает Эгоистическая Позиция Он не хочет Первый шаг Сделать Он говорит Вот когда У меня просить Я его Прощу Означает Шаг Никуда И так Уважение Отмущения Означает Видеть его Ответственным Серьезным Человеком Верить Что он Способен Принести мне Счастье в жизни Верить Что это моя Судьба Это уважение К мужу Надо Стараться Делать Подчиненный Вид Женщине Не то Что надо Стать глупой Глупой Так Кивател Глупо Своя Глупая Да Женщина Глупая Такая Женщина Не глупая Она разумная У нее разум Действует Из сердца Мужчина Разум Действует Из знания У женщины Из сердца Женщина Очень разумная Она не глупая Но она Потому что Она знает Как мужа Вдохновлять У нее И знать Как правильно себя вести С мужчиной Она Поэтому Всегда Ему Кивает Головой Муж Говорит Допустим Делает Какое-то Утверждение Которое Вообще Не соответствует Никакой Истине Не входит Никакие Правильные Представления Но она Кивает Ему Головой Да Мой Хороший Потому что Знает Что мужчина Не может От жены Принять Возражение Для него Это Потеря Судьбы Когда Жена Возражает Говорит Нет Федор Петрович Мужчина Теряет Себя От Такого Ответа Жены Он Чувствует Ну все Предательница Она Меня Не любит Он Воспринимает Любовь Как Подтверждение Своих Слов Но это Не значит Что Так И будет В жизни Что Вы будете Ему Поддакивать И все Будет Неправильно Происходить У мужчины Есть определенное Свойство Уникальное Когда Женщина Ему Поддакивает Он Становится Щедрым На все И даже Согласен Мышление Срабатывает Когда Женщина С ним Согласна Он Даже Согласен Выслушать Потом Ее Мнение Которое Она Докладывает Ему Очень Аккуратно Ненавязчиво Она Говорит А может Быть Вот так Как Ты Думаешь Он Говорит Да Я Подумаю Об этом Может Быть И так Да И Начинает Думать И в конце Концов Говорит Ты Знаешь Ты Меня Натолкнула На правильную Мысль То есть Не она Отдала Ему Эту Мысль А он Сам Ее Из Себя Родил Потому Что Мужчине Дать Правильную Мысль Невозможно Может Только Или Сам Ее Родить Или Не Родить Есть Только Два Варианта У Нем Мышления Вот И Поэтому Мужчина Его Все Подталкивают На Правильную Мысль Лектор Тоже Может Подталкивать На Правильную Мужчина Дал Должен Сам Принимать Решение Он Не Может С Кем То С С С С С С С С С Представьте Мужчина Все Послушал Я Буду Делать Так Как Вы Говорите Олег Геннадьевич При Жене Он Так Говорит А Жена Что Он Так Что Он С С Нет Мужчина Всегда С С С С С С Как Тебе Лекция Очень Серьезен Всегда Сдержан Молчалив Лишнее Не Говорит Но Это Не Значит Что Все Мужчины Вот Такими Сразу Становятся Нужно Поливать Вдохновением Женщина Это Вдохновляющее Начало Мужчина Действующее Начало Если Женщина Становится Действующим Начало Тогда Она Разрушает Психику Мужа Допустим Женщина Начинает Активно Работать Зарабатывать У мужчины Теряется Сила От Этого Он Не Может Зарабатывать Сильно Потому Что Жена Не Расслаблена У него Она Активна Точно Так Когда Мужчина Становится Эмоциональным Это Зажимает Жену Он Говорит Успокойся Садись Успокойся Все Ты Домой Пришел Эмоционально Должна Быть Только Женщина Мужчина Должен 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 Трудиться Женщина Должна Быть Ласковой Нежной Спокойной Заботливой Когда Меняются Местами Они Начинаются Разрушения Если Мужчина Становится Очень Мягко Телым Мягко Характерным Женщина Теряет Самоконтроль Она Впадает В депрессию Если Женщина Становится Чрезмерно Напряженной Твердой В характере Непреклонной Мужчина Становится Слабохарактерным Слабым Видите Да То есть Если Мы Корову Кормим Салфан Пакетами Она Выдаёт Бензин А Если Мы Её Кормим Кровой Тогда Она Выдаёт Молоко Свежее Нужно Человека Питать Тем Что Ему Помогают Вдохновляют Мужчину Надо Питать Женщина Питает Мужчину Чувствуем Что Он Должен Ответственным Активным И Если Он Не Такой Она Просто Ждёт Она Вдохновляет Его Сказать Я Тебя Не Бросила Я Тебя Наказала Вот Ну то есть Сами Отношения Между Мужчиной И Женщиной Не Значает Что Мы Прилепились Друг Друг И Не Отрепляемся Никогда Мы Лучше Загрызём Друг Друг Но Останемся Вместе Отношения Означают Что Мы Иногда Ближе Иногда Дальше В зависимости От Возможности Их Строй Но Уважение Всегда Зависит От Отношений Чем Люди Ближе Друг Друг И Чем Меньше Они Ценят Друг 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 То есть Близость Она Не дает Возможность Видеть Друг Друг Люди Перестают Уважать Друг Когда Допустим Они Расстались На время Они Встречаются Уже Опять Возникает Уважительное Отношение Уважение Означает Видение Хорошего В человеке Надежда На него Мужчину Надо Видеть Вот так Соглашаться С ним Делать Смиренный Вид Уважать В нем Стойкость Сил Мнение Его Всегда Принимать Это Аскеза Для Женщины И Насколько Сильная Тяжелая Аскеза Я Сейчас Расскажу Потому Что Если Взять И Просто Чисто Восприятие Женщины Представить Надо Можно Понять Насколько Женщине Тяжело Соглашаться С Мнение Женщина Видит Мир Очень Тонко И Подмечает Недостатки Очень Тонко Особенно У Близких Людей У Чужих Людей Она Часто Недостатков Не Видит И Видит И Какими Светлыми Чистыми Чужих Людей Но Своего Мужа Она Видит С позиции Памяти О Его Поступках Потому Что Женщина Ничего Не Забывает Что Сделал Муж Плохого И Хорошего Тоже Ну То есть Это Память О Его Поступках Откладывается У Ни Психики И Она Помнит Все Его Черты Характера Очень Четко Она Женщина Контролирует Психику Мужа Она Живет В ней Его Жизни Свойство Женщины Такое Женщина Испытывает Счастье Живя Не Своей Жизнью А Жизнью Близких Людей Поэтому Она Беспокоится О Детях Очень Сильно О Муже Она Счастлива Когда Близкие Счастливы И Она Счастлива Когда Близкие Ведут Себя Правильно Поэтому Женщина Это Природный Учитель Мужа Воспитатель Своего Мужа Женщина Не Может Терпеть Когда Он Ведет Себя Правильно Неправильно Она Страдает Очень Сильно Представьте Такая Ситуация Мужчина Что-то Говорит Надо Соглашаться Чтобы Вдохновлять Но Женщина Знает Точно Что Это Не Так Раз Она Помнит Все Его Недостатки Два Видит Что Мужики Остальные Гораздо Лучше Чем Он Потому Что Их Недостатки Она Не Видит И Так Далее И В Этой Ситуации Уважать Мужа Это Большая Аскеза Трудности Так Женщины Согласны Но Это Не Дает Конечно Своё Преимущество Например Мужчина Наоборот Женщина Красивая Она Безукоризненная По своей Природе От Него Сходит Такая Энергия Что У Вообще Нет Недостатков И Женщина Сама В это Очень Сильно Верит Она Когда Смотрит В Зеркало Господи Какая Хорошенькая Какому Дураку Досталась Вот Это Такая Сила От Женщины Исходит Что Она Окажется Безукоризной Безупречной И Вдруг Если Неожиданно Для Мужа Она Всё-таки Как-то Просочился Какой-то Недостаток Сквозь Её Вот Эту Завесу Этой Силы Просочился На мужа Женщина Стесняется Кстати Когда Это Происходит Кто-то Видит Её Недостаток Её Сильно Страдает От Этого Мужчины Всё Равно Женщина Страдает И Когда Один Недостаток Какой-то Просочился Мужчина Говорит Ты Чё Ты Чё Делаешь Вообще Кто Себя Так Ведёт То Женщины В этот Момент Просыпается Священная Память О Со скоростью Пулемётной Очереди С Округлёнными Глазами И Такой Нотой Высокой Эмоции Такой Ап-ты И Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду Сначала Совместной Жизни Всё Что Произошло И Он Такой Ау И Всё На этом Его Красноречие Заканчивается Видите И Вот Такой Ситуации Жизни Когда Всё Видишь Всё Помнишь Ещё Как бы Уважать Мужа Как бы Кивать Ему Головой Очень Сложно Невыносимое Занятие И Тем не менее Это надо Делать Потому что Иначе Энергия Людей Не будет Движаться Двигаться Не будет Двигаться В семье В семейной Жизни Любовь Всегда Означает Самопожертвование Означает Аскеза Хотя Мы Наша культура Сейчас Современная Культура Участ Нас Другому Нам Кажется Что Любовь Означает Что-то Такое Отчего Всю Жизнь Ты должен Балдеть Вот Ты Встретил Человека Если Как бы Любовь Есть То Всё С ним Будет Всё Классно Никаких Проблем Не Будет Всё Будет Хорошо И Всё И так Всю Жизнь Это Влюблённость Это Подарок То есть Это Энергия Бога Вообще Влюблённость Это Бог Дает Человеку Возможность Влюбляться Все Люди Влюбляются Первое Время Жизни И Во время Влюблённости Бог Высвечивает Самое Лучшее Качество Человека Ты Смотришь На Человека Видишь Чистоту В нем Красоту Всё Самое Лучшее Это Бог Наружу Всё Самое Лучшее Высвечивает Потому Что Продает Своему Дорогого Близкого Родного Семейную Жизнь А в Продажах Вы Сами Знаете Закон Демоверсия То есть Try And Buy Ну То есть Надо Сначала Познакомиться С самым Лучшим Попробовать В Работе В Деятельности Это Всё А потом Живи Уже С ним А жить Ты будешь Естественно Со всем Там С поломками И Со всеми Недостатками Вот А Демоверсия Самая Лучшая Всегда Самая Красивая Там Всё Классно Так Устроены В жизни Первая Любовь Моя Земная Утро Моих Глаз Всё Это Означает Высвечивается У женщин Мужчины В психике Всё Самое Лучшее Человек Верит Люди Верят Друг Друг Они Счастливы И Некоторые Думают Что Так Всю Жизнь Должна Нет Это Какое-то Время Длится Несколько Месяцев Называется Медовый Месяц Совместной Жизни Потом Человек Неожиданно Обнаруживает Что В близком Человеке Есть Ещё Что-то Другое Чего Он Раньше Не Видел И Ему Кажется Что Это Какая-то Подмена Мужчина Женщина Говорит А Вот Ты Раньше На Меня Не Так Смотрела Она Говорит А Ты им со мной Разве Раньше Не так Разговаривал Цветочки Каждый День Носил Но Даже Если Он Будет Каждый День Цветочки Носить Она Всё Равно Не Сможет Воспринимать Это Так же Как Раньше Понимаете То есть Первая Любовь Моя Земная Утро Моих Глаз Я Тебя Совсем Ещё Не знаю Вижу Первый Раз Ну То есть Это Красивое Время Когда Человек В этом Вопросе Оказывается В священных Писаниях Написано Что эти Все чувства Самые Красивые Светлые Которые Просыпаются В первых Отношениях Нужны Для того Что потом Через Аскезы Через Прощение Страдание Через Служение Друг Другу Увидеть Близкого Человека Точно Так же 20 Лет Спустя Серебряные Свадьбы Негаснущий Костер Серебряные Свадьбы Душевный Разговор Понимаете То есть Это Совсем Другое Это Чувство Которое Невозможно Описать Словами Современное Представление Любви Вот это Вот сексуальное Оно Не может Никак Описать Эту Серебряные Свадьбы Эту Душевный Разговор Люди Часто Живут Друг с Другом Они Ни разу В жизни По душам Не поговорили Они Просто Вместе Сексом Занимаются Работают Воспитывают Детей И думают Что у них Близкие Отношения Близкие Отношения Строятся На самом Пожертвовании Когда ты Принимаешь Близкого Человека Способен Его характер Принять Его понимание Вещей Его поведение Отдаться Ему Это Как шаг К пропасти Несправедливость Чувствуется Колоссальная А надо Прощать Принимать Вот это Означает Любовь Любовь Не означает Балдеть От человека И требовать От него Что-то Это Не любовь Это Это эгоизм Это эксплуатация Энергии Любви Как у меня Двоюродная Сестра И родная Сидели Было бы Пять лет Они смотрели Телевизор Там показывали Курочку Сначала Она бегала Бегала Потом Раз Жареная Стала И Двоюродная Сестра Заплакала А родная Заулыбалась Двоюродная Сестра Сказала Я люблю Курочку Зачем Ее Зажарили Моя Сестра Говорит Нет Я тоже Люблю Курочку А когда Она Жаренная Видите Как бы Любовь Она может По разному Проявляться Иногда Мы любим Эксплуатировать Близкого Человека Иногда Мы любим Чтобы он Был Счастлив Это Разные Вещи Принципиально Разное Понимание Любви Но Понимаете Проблема Заключается В том Что Когда Судьба Начинает Действовать Между Людьми Она Так Завязывает Отношения Что даже Не замечаешь Как начинаешь Эксплуатировать Близкого Человека Допустим Жена С любовью Приготовила Поел Спасибо Тебе Макароша Так вкусно Если она Год С любовью Готовит Он привыкает Поел Уже Все И Когда Она Спрашивает Ну Чего ты Мне не Говоришь Что вкусно Он Говорит Я Сходил К Астрологу Астролог Мне Сказал Что По моей Природе Мне Должны Вкусно Готовить Ну Нет Такая Природа Понимай Мне Должны Вкусно Готовить Меня Должны Любить По моей Природе Просто По карме У меня По судьбе Так Или Девушка Допустим Муж Приносит Цветы Каждый День Она Говорит Да Мне По судьбе Положено Каждый День Цветы Это Нормально Она Уже Не Может Благодарна Она Привыкает К этой Энергии Медали Любви Первая Медаль Обязательно Первая Сторона Медаль Обязательная Это Служить Близкому Человеку И Когда Его Немножко Заносят Нужно Включать Вторую Медаль Означает Воспитывать Причем Воспитание Должно Быть Тоже С любовью То есть Мы Отстраняемся Мы Воспитываем Близкого Человека Но Без Злобы При этом Мы Терпим Его Недостатки Они Есть У каждого Человека Некоторые Люди Кстати Не Понимают Что Недостатки Есть У всех Они Просто Искренне Верят Что Недостатков У моего Близкого Человека Быть Не Должно Или Они Считают Недостатки Близкого Человека Хуже Чем Мои Потому Что Женщина Часто Искренне Верит Что Обижаться Это Лучше Чем Гневаться Но Веда Обязняет Что Опитчивость Сердца Женщины Гнев Сердца Мужчины Это Одна И Та Энергия Разницы Никакой Нет Просто Есть Днев По-женски Есть Днев По-мужски Причем Хуже Когда Женщина Гневается А мужчина Обижается Это Означает Неправильное Использование Этой Энергии Представьте Женщина Я тебя Сейчас Примью А мужчина Между Ни Вообще Тогда Разрушаются Отношения Они Вообще Тогда Не Когда Естественно Человека Проявляются Недостатки Это Лучше Правильно Чем Они Проявляются Как-то Парадоксально Поэтому Надо Близкому Человеку Как бы Дать Возможность Быть Естественным Мужчине Естественно Гневаться Женщине Плакать Обижаться Это Хорошо Бывает Конечно Что У людей Недостатки Развиваются Становятся Парадоксальными Женщина Может быть Гневливой Скоро Стовороткой Может по башке Ударить А Мужчина Может быть Наоборот Трусливым Часто Они Случ Встречаются Такие Люди Вместе Ну Представьте Если Два Гневливых Человека Встречаются Искра Может Достигать До Потолка В этом Случа Дым Коромысла Может Стоять В квартире Коса На камень Говорится Нашла Поэтому Если Женщина Имеет Природные Мужские Недостатки Кого Она Встречает В своей Жизни Гармония Что значит Женщина Встречать Мужчину С природными Женскими Недостатками Что это Означает Это Как в фильме Муля Не нервируй Меня Муля Его Назвать Это Тоже Нормально Так Бывает Люди Часто Меняются Местами И Чувствую Что Вы Подустали Да Подустали От Мои Лекции